В этом выпуске вы узнаете о том, когда отключат горячую воду в Новосибирске, сколько стоит идеальный недельный отпуск для новосибирца и где пройдет рок-фестиваль «Ветер в Сибири». Но обо всем по порядку. Жители Октябрьского района Мегаполиса останутся без горячей воды. Сегодня начнут очередной этап гидравлических испытаний. Горячее водоснабжение отключат на 53 улицах Новосибирска. Как сообщают сибирско-генерирующие компании, краны останутся холодными до 29 июля включительно. Это максимальный срок устранения дефектов трубпроводов. На сайте СГК опубликован список улиц, на которых пройдет отключение. Больше 15 миллионов случаев инсультов ежегодно фиксируют в мире. В России каждый год больше 400 тысяч человек сталкиваются с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Наиболее опасным считают геморрагический инсульт, когда происходит внутримозговое кровоизлияние. В структуре нарушения мозгового кровообращения геморрагический инсульт занимает 10-15%. Поэтому, учитывая актуальность этой проблемы на территории Российской Федерации, в нашем регионе, в том числе, развернута целая сеть первичных сосудистых отделений, региональных сосудистых центров, работают в реабилитационные отделения. И работа, лечение геморрагического инсульта – это тяжелая работа мультидисциплинарной бригады. Эту неделю Минздрав страны посвятил сохранению здоровья головного мозга. Медики напоминают, необходимо сохранять высокий уровень физической и умственной активности, следить за артериальным давлением, своевременно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры. Сколько стоит идеальный недельный отпуск? Такой опрос провели среди экономически активного населения России. Самые высокие запросы у жителей Красноярска – 205 тысяч рублей. На 10 тысяч дороже, чем идеальный отпуск москвичей. А вот представители других городов-миллионников имеют одинаковые ожидания – примерно в 175 тысяч рублей. Перерос к прошлому году на 9%. Интересовал исследователи и другой вопрос – кто и сколько готов потратить. И тут выделяются жители Новосибирска. 60 тысяч на недельный отпуск – это на 10 тысяч больше, чем в среднем по стране. Тех, у кого денег на отпуск нет, в Новосибирске – 19%. В среднем по стране таковых – 22%. Жара мастеров не испугала. Гончары, ткачи, кузнецы из разных уголков России и Беларуси собрались в Каргатском районе. В парке народных традиций «Хуторок» прошла ассамблея мастера Сибири. Участники им делились опытом, устраивали для посетителей спектакли, показывали народные забавы. На мастер-классах можно было расписать пряники или научиться вышивать. На главной сцене в режиме «Нон-стоп» выступали фольклорные коллективы. Публика увидела дефиле традиционных и стилизованных костюмов. Можно было попробовать и традиционные угощения – от пирогов с груздями до картофельных лепешек с бобами. Ассамблея собрала более 400 участников. В каждом регионе, в каждой территории есть что-то свое. А наша задача – найти, выявить, поддержать и представить людям. Пройдете, насладитесь и вдохновитесь. Вот тем духом деревни, настоящими, наверное, я говорю, сюда приехала. И вот для меня это, знаете, вот тот дым отечества, наверное, в котором мы все нуждаемся сегодня. Железнодорожный круиз связал курорты Сибири. Поезд повышенной комфортности стартует в Новосибирске, идет через горную шури, Алтайский край, Республику Алтай. Состав двигается ночами, а днем для пассажиров проводят экскурсии. В них включены прогулки по рекам и подъемы в горы. Был гость, который как-то отреагировал по всему Алтаю, пропутешествовали. Он говорит, по-моему, Господь, прежде чем создавая мир, создал сначала Алтай, а потом по его подобию сотворил весь остальной мир. Где фантазии не хватило, там моря и океаны. Туроператоры разработали по две экскурсионные программы на выбор в каждой из дней путешествия. Первые сутки можно отправиться в горный Алтай или Алтайский край, Белокуриху. Ночью поезд перевозят пассажиров в город Таштагол. Там туристов ждет насыщенная программа по курорту Шоригеш, включая подъем на канатной дороге на Зеленую гору. Затем путешественников отправляют в прогулку на лодках по горной реке в Шорстском национальном парке. Ежегодный фестиваль «Ветер Сибири» поменяет площадку. В этом году событие пройдет на территорию Абгеса. Раньше Рокфестиваль встречал гостей на аэродроме Мочище. Организаторы объяснили переезд усилением мер безопасности. Для посетителей организовали специальные шаттлы от главного вокзала. С их помощью гораздо проще добраться до новой локации. В мероприятии примут участие больше 40 творческих групп. Среди них есть и именитые исполнители, например, Агата Кристи. Фестиваль пройдет со 2 по 4 августа. Руководители малого бизнеса могут сэкономить на аренде офисных и складских помещений. Предприниматели приглашают стать резидентами бизнес-инкубаторов в Новосибирске. Резидентах выберут на конкурсной основе. Участвовать могут молодые компании, что работают не больше трех лет. Победители будут на безвозмездной основе пользоваться конференц-залами, комнатой переговоров, оргтехникой и получать консультации по всем сферам, связанным с бизнесом. Резидентам также помогут найти инвесторов и партнеров. В конкурсе могут участвовать индивидуальные предприниматели и общество с ограниченной ответственностью. Заявки принимают до 25 июля. Место съемки – Донбасс. В Новосибирском краеведческом музее проходит фотовыставка, посвященная жителям Донецка и его окрестностей. В экспозиции 80 снимпов. Цель – показать военные действия глазами мирных жителей. На фотовыставке побывала Алена Зенина. На фотографии депутат Народного совета Донецка. В глазах ни капли страха, но дело ему предстоит нелегкое. Александр едет штурмовать Мариуполь. С начала мобилизации он добровольцем пошел на фронт. Родных отправил в эвакуацию. По возвращении домой мобилизованный встретился с автором своего фотопортрета. Денис Григорюк подарил ему фотоальбом. Сегодня эти черно-белые кадры – главные герои выставки. Однако их цвет никак не связан с трауром. В черно-белой фотографии в ней нет ничего лишнего. Она отличается от цветной тем, что она не отвлекает внимание зрителя на цвет, на палитры и так далее. Здесь чистая эмоция, то, какая она есть. Денис Григорюк – коренной дончанин. С особым трепетом местного жителя он фотографирует хроники родного города и окрестностей. Здесь и похороны главы Донецка Александра Захарченко, и горящие глаза мальчика Тёмы. Танков и боевой техники на снимках практически нет. Люди важнее. Я достаточно эмоциональный человек. Тут кадры, начиная от мирной жизни, от голубя на набережной, заканчивая последствиями обстрела. Фотограф признается, журналисту на фронте без военнослужащего передвигаться опасно. Нужно идти с ним след в след, иначе рискуешь наступить на мину. Денис был внимателен, вернулся домой целым и привез с собой снимки. Как напоминание, на Донбассе тоже живут люди, и о них нельзя забывать. Алена Зенина, Антон Мамаев, Новости ОТС. Осторожно, косолапый. В заказнике Кудряшовский бор обнаружены следы пребывания медведя возрастом до 4 лет. Следы зафиксировал охотовед 14 июля. Природоохранная инспекция информирует граждан об опасности и рекомендует. При нахождении в местах пребывания медведя можно повесить на рюкзак колокольчик, громко разговаривать или петь песни, а также не стоит запредать в густые заросли. Под запретом и приближение к останкам павших животных, которые могут являться источником пищи косолапого. Если потревожит медведя на добыче, он, скорее всего, перейдет в нападение. Всякий раз, когда вы увидите медведя, остановитесь, сохраняйте спокойствие. Если мишка не знает о вашем присутствии, вы можете уйти незамеченным. Сделайте это тихо. Обойдите зверя, сделав широкий крюк, либо вернитесь назад тем же путем, каким пришли. Чем ближе вы оказались к медведю, тем вероятнее у него возникнет защитная оборонительная реакция. Стоящее животное с опущенными лапами обычно проявляет любопытство и опасность минимальна. Вы можете попытаться медленно отходить назад по диагонали, не сводя глаз с медведя. Но если он следует за вами, остановитесь и не сходите с места. Не кричите, не бросайте в него ничего, защищаясь. Это может спровоцировать нападение. Не бегите, вы не сможете убежать. При нападении рекомендуют принять позу эмбриона, прикрыть голову, сомкнув пальцы в замок на затылке. Оставайтесь неподвижным как можно дольше. Информацию о встречах с косолапым можно сообщить в природоохранной инспекции по телефону 218-22-40, 218-20-29. Или на телефоны экстренных служб. За 10 лет в Новосибирске исчезли 11 деревень. Последней в этом списке стала деревня Кругленькая. Населенный пункт пустовал 8 лет подряд. Хотя по законам закрыть поселение должны были после трех лет. По словам экспертов, еще не было случая отмены решения. Если деревня умерла, это окончательно и бесповоротно. Сценарий всегда одинаков. Закрытие школы – первый звоночек к скорому запустению. А если крупного предприятия в округе нет, то и работы тоже не будет. Остаются только пенсионеры, и деревня умирает иногда вместе с ее жителями. Но многие помнят свою малую родину. Энтезиасты раскапывают архивные карты. Едут иногда за тысячи километров, чтобы увековечить память населенных пунктов небольшим мемориалом. 45% новосибирцев против внедрения штрафов за курящих детей и около трети – за. Интересно, что 34% курильщиков также поддерживают штрафы. Каждая пятая семья с сыном подозревает, что их ребенок курит. А матери, чаще отцов, посвящены во вредные привычки отпрыска. Законопроект для родителей несовершеннолетних курильщиков кабинет министров отклонил, ссылаясь на недоработку проекта, но признал, что тема требует повышенного внимания. В Новосибирской области поставят умные счетчики. Они смогут передавать показания потребления электроэнергии автоматически. В течение трех лет компания установит и обеспечит эксплуатацию интеллектуальных приборов учета в многоквартирных домах области. Работа включает постановку, монтаж и обслуживание новых счетчиков взамен неисправных с истекающим межповерочным интервалом, а также в новостройках. Всего их будет установлено свыше 86 тысяч. Стоимость проекта составит около полутора миллиардов рублей. Аспиранты НГТУ заняли третье место на конкурсе вовлечении молодых профессионалов. Бронза получила приложение для сбора и обработки данных с объектов энергетики. По словам разработчика Сергея Осыка, на рынке уже есть подобные системы. Но преимущество новосибирской разработки – понятный интерфейс и новые функции. Мониторинг ситуации в реальном времени и режиме дистанционного управления. Сейчас приложение тестируют в НГТУ. После исправления ошибок разработка отправят на второй тест уже к заказчикам. А после программа будет доступна всем компаниям в сфере электроэнергетики. Очки дополненной реальности и комнатное футбольное поле. Всем этим обзавелась детская модельная библиотека имени Масияша в поселке Чистозерны. Проект стал 30-м по счету в Новосибирской области и открылся в рамках национальной программы «Культура». Чем еще будут удивлять детей, расскажет мой коллега Иван Деревянченко. На смену привычным читальным залам пришли свободные ванрум-либрари. Это планировка, при которой комнаты собраны в единую композицию. Такая особенность позволяет детям читать книги как за столом, так и на полу. А в перерывах размяться и поиграть. Например, в футбол. Я уверена, что наша детская модельная библиотека станет центром притяжения для ребятишек не только нашего поселка, но и для Чистозерного района в целом. И увеличится количество читающих семей с нашими маленькими ребятишками. В целях безопасности стены отделаны мягкими обоями. Для людей с ограниченными возможностями – тактильное покрытие на полу, компьютеры с программами для слабовидящих, пандус. Еще одной особенностью обновленной библиотеки стало пространство «Патриот», оснащенное мультимедийной аппаратурой для проведения мастер-классов, выставок и семинаров. Непоседливым гостям предлагают изучать литературу с помощью шлема дополненной реальности. Если библиотека станет тем местом, куда молодые люди, совсем маленькие наши будущие читатели будут с удовольствием приходить, то, конечно, это создаст стимул и привлечение к чтению в разных форматах. Опять же, в современной библиотеке можно читать и бумажные книги, можно читать и электронные книги, можно с современными технологиями знакомиться. То есть библиотека становится вот таким вот местом, каналом вхождения в современную жизнь. Библиотека названа в честь Сергея Павловича Масияша, писателя-прозаика, члена Российского Союза писателей и лауреата премии Валентина Пикуля. Детство и юность провел в Чистоозерном, писал книги для детей, позже историческую прозу. Выпустил около 30 произведений, половину из которых в стихах, три посвятил родному краю. Благодаря информпроекту «Живая история» дети смогут узнать больше о районе. В зоне «Синяя озерка» название одной из повестей писателя. Собраны материалы об авторе, его фотографии и письма, книги, детские рисунки по творчеству и краеведческие заметки. Писатель Масияш, мы знаем, что это все-таки не писатель уровня Толстого, Шукшина или Оставьева, но тем не менее здесь для людей, кто живет в Чистоозерном районе, он дорог, он важен. Они сохраняют о нем память, они читают его книги, они поддерживали переписку, есть переписка. И то, что эта библиотека помнит того, кто жил и кто работал на этой земле, меня вот очень тронуло. Книжный фонд библиотеки пополнили полторы тысячи изданий. Помимо классических, в коллекции появились ароматные, пушистые и 3D-произведения. Постоянный гость Анастасия Лешенко уже оценила новинки. Теперь помимо любимого Пушкина будет открывать для себя научно-популярную и художественную литературу. Здесь как бы такая атмосфера, тут много книжек, то есть прям хочется тут почитать. А дома его привлекла вот та зона, где игры, там много настольных игр и в них очень интересно играть. Объект сдали на два месяца раньше положенного срока. Всего в Новосибирской области открыты 30 библиотек нового поколения, включая детскую имени Масияша. До конца года появятся еще четыре, одна из которых откроется в августе в городе Оби. Иван Деревянченко, Александр Ведерников, Новость ОТС. 6777 рублей спасут жители Новосибирска от голода. Именно столько стоит минимальный набор продуктов в июне. По сравнению с маем спасительная корзина стала дороже на 5%, а сначала года на 13. Условный список состоит из 33 строчек. Примерно четверть набора – это хлеб, крупы и макаронные изделия. По 19% приходится на молочные продукты и фрукты, овощи. Рыбе отведено 5%, на куриное яйцо – 2,5%. В денежном выражении – 170 рублей. То есть 15 яиц, но не самых крупных. Новосибирцы выбирают Грузию. Грузию – это самое популярное место для отдыха во время отпуска. Сервис Яндекс.Путешествия проанализировал данные по поиску и бронированию авиабилетов. Число поездок из Новосибирска в эту страну выросло по сравнению с летом прошлого года на 266%. Набирает популярность азиатское направление. В июле и августе россияне планируют полететь во Вьетнам – плюс 135%, Японию – плюс 85% и Кыргызстан – плюс 68%. Также на 68% вырос спрос на Китай и настолько же в Южную Корею. Пятерку азиатских стран, быстрее всего набирающих популярность, также вошли Таиланд – плюс 44% и Индонезия – плюс 10%. Сохраняются интересы к внутреннему туризму. Здесь самыми востребованными направлениями для отпуска у жителей Новосибирска стали столицы – Москва и Санкт-Петербург. Третье популярное место для отпуска занял в Сочи. И к этой минуте информация вся о развитии событий в следующих выпусках. Оставайтесь с нами.